С утра сердца запредельного совершенства мудрости Так я слышал однажды. Победоносный вместе с великой общиной монахов и великой общиной бодхисаттв пребывал в Раджагрихе, на горе Орлинной стаи. В то самое время Победоносный погрузился в Самадхи. Созерцание номинального многообразия феноменов, именуемое глубинная видимость. И в то же самое время, обладающий могущественными силами, бодхисаттва-махасаттва-арья Авалакитешвара пребывал в совершенном созерцании практики запредельного совершенства глубинной мудрости и в совершенстве узрел, что даже пять сканх пусты от самобытия. Тогда почтенный Шарипутра, побуждаемый силой Будды, произнес такую речь, обращаясь к могущественному бодхисаттве-махасаттве Арья Авалакитешваре. Если какой-нибудь благородный сын или благородная дочь пожелают приступить к практике запредельного совершенства глубинной мудрости, то каким образом им следует обучиться ей. Он произнес эти слова, а могущественные бодхисаттва-махасаттва Арья Авалакитешвара так отвечал почтенному Шарипутре. Шарипутра, если какой-нибудь благородный сын или благородная дочь захотят приступить к практике запредельного совершенства глубинной мудрости, то они должны так в совершенстве созерцать. Безупречно и логически последовательно созерцать даже пять сканх, как пустые от самобытия. Форма. Пуста. Пустота. Форма. Пустота есть не что иное, как форма, а форма есть не что иное, как пустота. Точно так же пустые и ощущения, развлечения, формирующие факторы и сознание. Итак, Шарипутра. Все феномены — суть пустота. Не имеют определенных характеристик. Не рождаются и не исчезают. Не являются загрязненными и не являются чистыми. Не имеют ущербности и не имеют полноты. Поэтому, Шарипутра, в пустоте нет форм, нет ощущений, нет развлечений, нет формирующих факторов и нет сознания. Нет глаза, нет уха, нет носа, нет языка, нет тела и нет ума. Нет формы, нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет осязаемого, нет феноменов. Не существует сферы сознания, начиная со зрительного сознания и вплоть до ментального сознания. Не существует также никаких звеньев взаимозависимого возникновения, ни неведения, ни прекращения неведения и так далее, вплоть до того, что нет ни старости, ни смерти, ни прекращения старости и смерти. Точно так же нет ни страдания, ни источника, ни пресечения, ни пути. Нет совершенной мудрости, нет достижения и недостижения тоже нет. Поэтому, о Шарипутра, бодхисаттвы, поскольку не имеют достижений, опираются на запредельное совершенство глубинной мудрости и пребывают в этом. В уме нет загрязнений, и поэтому страха тоже нет. Полностью преодолев ошибки, они радикально уходят от печали. Все совершенно пребывающие в трех временах Будды, тоже опираясь на запредельное совершенство глубинной мудрости, полностью и совершенным образом очистились от состояния непревзойденного, совершенно окончательного просветления. Поэтому мантра запредельного совершенства мудрости — это мантра великого познания, непревзойденная мантра, мантра, уравнивающая с несравненным, мантра, полностью успокаивающая все страдания. Поскольку она без обмана, познай ее как истинную. Мантра запредельного совершенства мудрости звучит так. ОМ ГАТЕ ГАТЕ ПАРА ГАТЕ ПАРА ГАТЕ ПАРА САМ ГАТЕ БОДХИ СВАХА СПОСОБОМ СПОСОБОМ О, ШАРИПУТРА ДОЛЖНЫ ОБУЧАТСЯ ОБОДХИ САТВЫ МАХАСАТВЫ ЗА ПРЕДЕЛЬНОМУ СОВЕРШЕНСТВУ ГЛУБИННОЙ МУДРОСТИ. После этого ПОБЕДОНОСНЫЙ ПОДНЯЛСЯ ИС ПОГРУЖЕННОСТИ В СОСТОЯНИЕ САМАДХИ И ВЫРАЗИЛ ОДОБРЕНИЕ ОБЛАДАЮЩЕМУ МОГУЩЕСТВЕННЫМИ СИЛАМИ БОДХИ САТВЕ МАХАСАТВЕ АРЬЯ АВЛАКЕТЕШВАРИ. «Так хорошо, хорошо, сын благородной семьи». Это в точности так, как ты объяснил, следует практиковать запредельное совершенство глубинной мудрости. И тогда будут сорадоваться даже тадхагаты. Когда Победоносный молвил эти слова, возрадовались почтенные Шарипутра и обладающие могущественными силами Бодхисатва, Махасатва, Арья Авалакетешвара и все святое окружение, имеры богов, людей, асуров, гандхарвов и прочие. И вознесли хвалу сказанному Победоносным. На этом заканчивается с утра сердце запредельного совершенства мудрости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok